добрый день дорогие друзья рада вас приветствовать на канале рк рп life и это наш последний в этом году новостной подкаст и сегодня у нас очень необычный гость и сегодня мы разговариваем с профессором доктором философских наук владимиром петровичем огородниковым здравствуйте владимир петрович очень рада вас приветствовать и наш подкаст он вообще посвящен актуальным событиям прошедшей недели но вот этот год хотелось бы завершить очень нашумевшим сериалом о котором ну не говорит только наверное ленивый это слово пацана конечно и я знаю что вы бы хотели тоже свою точку зрения об этом сериале сказать на самом деле очень интересно послушать в свете того что а насколько вообще этот сериал нужен сегодня насколько этот сериал актуален что общего он может иметь с действительностью дает ли он нам правильное понимание истории да собственно говоря а зачем его выпустили ведь наверное все это не просто так ну просто так как говорят и собаки не лают не очень философское определение вот безусловно этот сериал нашумел не случайно да большинство претензий к нему со стороны даже правоохранительных органов которые как-то заявляли что вот а стоит ли такие сериалы выставлять вообще на публику критика была даже в думе и критиковали его почему потому что он поднял действительно проблему если бы это была проблема только ушедшая в историю в восьмидесятые годы когда этот фильм делался то тогда ну и ладно и бог с ним ну было такое сейчас ничего похожего и подобного но вот история она с одной стороны человеческая история имеется ввиду повторяется постоянно а с другой стороны неповторима вот эта дилектическая связь повторимости и неповторимости и нам всегда вот в любом произведении литературном художественном произведении да интересно в книге то что конечно повторяется у нас есть эффект узнавания вот даже у молодежи которая вот эти годы не проживала то а у тех стариков которым я уже увы отношусь до которые восьмидесятые годы я уже доктор и профессор вовсю да преподаю конечно это я очень хорошо знал тем более в эти годы уже был очень политизирован я узкий специалист по философским проблемам естествознания но вот восьмидесятые годы меня политизировали я перешел на написание работ статей именно по чтение лекций даже именно по философии так сказать политической и этот фильм конечно материал для политической философии хотя сам он политической философии не представляет это материал для размышления и вот здесь я как очевидец можно сказать тех событий которые описаны фильмы действительно я был очевидцем хотя я-то жил в ленинграде санкт-петербурге в конце восьмидесятых там уже до девяностые начались но вот то что там описывается ведь проходила в татарстане в казани вот но вот всеобщие законы истории это же относится даже к америке к соединенным штатам вот то что там описывается там тоже было похоже у них есть фильмы очень похожие вот фильмы фильм такой ну не очень новый но такой очень прорезительный тоже по поводу подростков американских и тоже одни и те же проблемы вот эти подростки но там фильме вот показана так сказать явленческая сторона этого процесса ну я думаю что может быть режиссер автор сценария они на это не претендовали чтобы там философию раскрыть да не специалисты да а вот верно показать вот эту явленческую сторону это тоже задача непростая тут надо чувствовать если не понимать не знать надо вот чувствовать это вот в общем такой художественный подход когда художник иногда не знает но интуитивно чувствует вот что надо тут сказать как центр оставить я скажу что я очень критический человек я все критикую вот этот фильм в основном на меня очень благоприятное впечатление да вот хотя я человек совсем другого поколения чем то что описывается те кто там играет восьмидесятые годы они уже восьмидесятые были моими внуками по возрасту вот поехали там 14-15 летние эти пацаны вот но вот я говорю вселенские проблемы подняты вот почему они вдруг сбиваются в эти группы так сказать полукриминальные и вообще уже криминальные и почему их вот скажем там хорошо довольно показаны правда такими большими мазками роль отсутствующая роль комсомольской организации которая тогда действовала там вот эти все официальные представители комсомола а я секретарь рекома комсомола в прошлом василе островского вот поэтому я очень хорошо знаю и то что сказано восьмидесятые годы про комсомол от имя это относится и к моим годам когда я был сомольским работаем до понимать вот этот формализм который проник в эту среду и и комсомольскую партийная когда буква выше духа была да вот там от комсомола мало что осталось от геройки комсомола а в коммуник коммунизм он так сказать был превращен в какое-то расхожее слово и поэтому сейчас он становится прямо ругательным потому что ругает то не коммунистическую теорию которые не знают вообще это я могу сказать как специалист и не знали даже выдающиеся партийные деятели которым я преподавался у меня знаете какие были деятели но скажу даже валентина иванна матвиенко при этом моя ученица за главный председатель следственного комитета он уже совсем другое поколение по отношению даже к валентине ванны которыми на 7 лет младше там александр бастрыкин забыл как его по отчеству саши бастрыкин вот тоже у меня там в комсомоле они все проходили меня не как преподаватель я как комсомольский лидер ими управлял да и первые шаги делали поэтому я и все эти вещи знаю не как-то понаслышке изнутри все и вот когда показали этот фильм я с первого с первой серии да я как-то прилип хотя мне не так много времени для того чтобы это смотреть потом уже его стали раскручивать вторые трети там я никогда не обращаю внимание на эти раскрутки прямые или косвенные вот потому что нет ничего лучшего как еще марк говорил чем обругать что-то для того чтобы это что-то стало очень даже востребованно это хайп называется да хайп сейчас называется да маркс придумал да да это нет ничего но он отвечал на критику ну хорошо я очень рад что меня так критикую так ужесточенно замечательно вот так ужесточенно замечательно критикует этот фильм но вот что чего там нет вот там явленческий момент хорошо показан но ведь там нет ответа на вопрос а почему эти ребята вот сплачиваются у меня есть ответ на этот вопрос интересно да я философ у меня есть ответ и это на все времена ответ потому что это философия тоже наука всеобщем всеобщих законах развития том числе и общество так вот молодежь тогда вот говорят там потерянное поколение вот тогда вот это потерянное поколение было потому что вот фильме показано кто ими занимается как пытается там правоохранительные органы немножко по роду службы они обязаны не по движению души какому-то не по пониманию проблем которые в это время происходит в обществе кстати эти проблемы там конечно никак не называются естественно они где-то там за скобками находятся за кадром но ведь именно эти проблемы порождает общество в это время восьмидесятые годы в кризисе колоссальном колоссальном кризисе экономическом прежде всего я материалист я не буду впереди ставить идеологические хотя он политически внутри и внешне политически прежде всего экономически и действительно вот те кто говорил почему необходимо перестраиваться тогда перестройка перестройка потому что вот наша система не справляется уже с экономическими задачами причем интересно как она не справлялась она не справлялась не в том отношении что падала производительность труда а падал прирост производительность и труда прирост был но он был незначительный и с таким приростом мы начинали отставать от ведущих стран хотя мы в какие-то годы были впереди планеты все я эти годы застав это года когда мы прорвались космос да и вот тогда система работала но когда от коммунизма остались одни слова идеология была только показной вот как фильме там хорошо показаны эти комсомольские вожди там принимают комсомол одного из пацанов там такой такой момент и вот такая ну-ка расскажи сколько орденов я то секретарь рекова комсомола мы тоже задавали эти вопросы сколько орденов у комсомола и он говорит сколько шесть орденов до секретарь рекомы сидит призем его в комсомол принимает они его даже не спрашивали он из какой группировки они спросили что он то есть бандитской пацанской группировки да 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 орденов потом принцип педикатического централизма это сложный вопрос парень отвечает вот как по писаному ну вот формализм вы знаете я сразу вспомнил такой момент мы исключали из комсомола одного студента сейчас помню по моему филологического факультета нашего университета но я василья с русской райком секретарь получающийся молодежи поэтому понимаете большой университет тогда он был просто университет и другие вузы васильевского острова были в моей так сказать юрисдикции и в компетенции и вот я тогда вспоминаю исключали за что исключали по его кстати просьбе это удивительная вещь на это так сказать в кондовые партийные псевдо коммунистические времена по просьбе а почему он говорит а вот я в общем идеологически не согласен с той политикой партии правительства которая сейчас ведется она ведет к разрушению нашей страны вот парень был какой продвинутый хотя филолог это вы знаете когда было да я вам скажу это когда было это было примерно так вот семьдесят третий семьдесят четвертый год еще то есть уже тогда были вот такие люди которые понимали что происходит вот а ему там ну там конечно члены бюро то реком подготовились надо исключить и так просто по просьбе здрасте как это по просьбе ну ладно просит исключили это такой вообще нонсенс ясное дело это дошло до цк кпсс это случай тогда потому что это настолько беспрецедентный случай и ему а он отличник круглый по всем предметам включая марксистскую философию которая была одной центральный предмет мало того тогда госэкзамен был выпускной на всех факультетах во всех вузах и в технических тоже да по марксистской философии представьте себе был такой государственных и сложный говорят но достаточно сложный да потому что там надо было появить знание во всяком случае вот знание впереди понимание знание впереди убежденности вот идеологической хилесова питая этой идеологии все до коммунистической так я называю это я это все тогда понимал и вот его спрашивает этого парня фамилии не помню студент выпускник филологического факультета говорит ну ведь ты же вот у тебя пятерки все в том числе и за философию марксистскую так ты что это все кривил душой когда отвечал на вопросы по философии на это уже пятерку получил по марксистской ленинской философии а сейчас ты говоришь ты не согласен с этой идеологии ну во первых меня тогда очень удивило его это был уникальный человек конечно я к сожалению помню проследить бы его дальше путь потому что он сказал ну во первых то что проводится у нас стране с марксистской философии не имеет ничего общего опа вот я это понимал но я был уже почти профессионалом философом заочно учился на философском вот в этот момент а он филолог так сказать откуда вот значит раз а во вторых горит меня ведь никогда не спрашивали что я думаю по этому поводу меня спрашивали а что говорили поэтому по тому или другому поводу маркс ингес ленин да ну я как человек достаточно грамотный из хорошей памяти я излагал а мое мнение никогда ничего молодец еще один момент еще один момент это до сих пор является хиллесовой пятой нашей идеологической работы проверять знания если я барабанил что-то устав ну я гожусь куда то ли в единую россию то ли это скачку в кпрф то ли еще куда то да не отрефлексировал да да так да а вот как вот так что вот этот момент понимаете и это вот сработало вот эту фальшь ребята вот 14-летние там пионеры в основном да пацаны то эти они понимали эту фальшь насколько это вот показная идеология не соответствует реалии и что происходит там отчасти показано что в обществе происходит очень так намеком очень ну конечно я то хорошо понял это а вот я боюсь что нынешнее поколение молодежи на не могло понять просто на этого не знает конечно я вот беседуешь на работе стану на преподавание да со своими очень взрослыми учениками очень взрослыми учениками которые готовы уже стать кандидатами наук разных степеней и они очень плохо знают нашу историю российского не говоря даже факты не знают не говоря в интерпретации этих фактов если не знаешь как как ты будешь интерпретировать вот то есть уровень но уровень знания это не уровень идеологии это уровень вот компьютера который может зафиксировать там информацию колоссальных объемах недоступны человеку вот но что он с ними будет делать дальше с этой информации что он будет делать вот вот по поводу так сказать всяких и рефлексии то еще у нас искусственный телек до этого не дошел вот слава богу как говорят атеисты потому что неизвестно чем это может кончиться тут сразу вспоминаешь ужасы терминатора и прочих вещей вот похожих так что вот здесь проблема показана как разрешить ее как еще лермонтов писал герои нашего времени была как болезнь указана а как разрешить ее бог знает тут врач не поможет лишь разве что сам заразиться очень никто не назвать знаете вот иногда ставят проблему разрешить ну или не хотят не могут на готовство бояться да понимаете бояться вот я знаю как разрешить проблему скажу что я боюсь высказывайте это вот даже сейчас здесь я вот кое-что высказал да в чем проблема то состоит показная идеология фальш это и действительно процессы которые никак не соответствуют поэтому когда я сейчас говорят ой марксизм устарел обветшал ему там 150 и больше лет я бы товарищи дорогие вы учение христа как сказать тоже обветшал устарела гораздо больше лет делал не возрасте а насколько адекватно а я могу доказать это бесспорным без бахвальство могу доказать что все что у нас сейчас происходит в экономике в политике все происходит в соответствии с учением маркса по букве марксистской концепции букву надо знать и хорошо интерпретировать и законы надо хорошо понимать да и понимать и не просто так интерпретировать и вот для того чтобы этот фильм так сказать вот его как-то объяснить да и предсказать что же будет действительно хотя мы знаем уже по развязке такой не очень радужной развязки этого фильма что ничего хорошего с героями не произошло кто-то погиб кто-то попал в тюрьму такой процесс деградации до что вот ничего там безысходность какая-то с одной стороны это соответствует как раз вот этому 80-м годом в которой это предваряли разрушение вполне закономерно вот все что это пред разрушением советского союза вот распадом территориальном или конечно разрушение искать идеологии официальной и замена другой какой-то непонятно какой у нас 13 статьи действующей конституции записано что в российской федерации признается любая я голосовал против конституции против проекта потому что я хорошо прочитал частности вот это 13 кстати совершенно нет идеологии нет цели куда мы движемся вот как один тут коллега мой сказал в веселье у соловьева нашего этого замечательного комментатора да да что вот раньше мы строили коммунизм а сейчас то что мы строим непонятно ну 30 лет что-то одно строили капитализм вроде мы отвернулись статистических стран и они от нас так что мы строим товарищи господа на расплате так надо же это понять а что надо строить и как мне говорят я могу сказать я это скажу опасно да могу ли я вам дать второе интервью а так я скажу вышел я из положения да спасибо а я знаю ответы на этот вопрос представьте себе все буду вас потому что я грамотный марксист да да и не только марксист я марксизм дня не икона я вообще у меня авторитет с детства не было я вот вознесенского слова запомнил на всю жизнь когда прочитал еще ну в ранней юности я с детства не любил овал я с детства угол рисовал это про меня я до сих пор такой хотя мне 79 год идет а я все еще да но все еще вот как я сказал не расстанусь комсомолом буду вечно молодой дыха ну таким и должен быть коммунист ну да потому что действительно ведь делают иконы из ленина да вот не надо вот иконы и превращать и догматизировать вот сам же ленин говорил марксизм не дома руководство к действию это руководство к действию только тогда когда это вот условия соответствующие созданы для этого тоже тоже ленин говорю что революцию нельзя подталкивать нельзя ее стимулировать она должна вызреть объективно а потом субъективный фактор должен сработать конечно без этого в обществе ничего не происходит мы хомо сапиенс существа разумны даже чтобы выйти в дверь они в окно мы должны сообразить чем отличается дверь от окна высоль у нас впереди идет а уж когда шагом выйти вот из ситуации а у нас у нас мировой кризис безусловно да который связан с кризисом и внутри страны это я скажу это кризис конечно капитализм об этом кризисе писал еще тот же владимир ильич ульянов ленин 1913 году он написал империализм как высшая стадия капитализма великолепный труд советую подсчитать он показал что империализм высшая стадия капитализма порождает войны он находит спасение себе в этих войнах он снимает какие-то внутренние противоречия внутри государств за счет столкновения борьбы за передел за счет внешней угрозы за счет нервные волосы вот так и передел мир и тут вы понимаете вот под флагом патриотизма объединяется противоположные классы это вынужденный момент и даже необходимый но до конца то они не объединяются они не снимают противоречия они снимают вот как только победа будет совершена надо взяться за классами противоречия детстве никуда их это только загнивание приводит когда вот начинает загонять противоречие в угол начинает молодежь привлекать вот там в этом же фильме показано куда ребята что что они там организовали в коммерцию решили шли они украли видеомагнитофон приставку и стали там форнофильмы показывать вот понимаете что показывать вот мы сегодня говорили там по поводу фильмов какие фильмы до привлекает молодежь нет искусство не должно опускаться до народа она должна понимать до масс она должна поднимать масс и поэтому если молодежь мы привыкаем не надо заиграть скажем давайте нам форнофильмы пожалуйста с другой стороны слова пацана вы рекомендуете да для того чтобы немножечко вот приобщиться к этой фактуре вот вот на уровне явления фактура дальше идут интерпретации фактов наука это всегда интерпретация фактов они просто констатация вот это было вот это это интерпрет то есть это как бы открывает двери в мир до понимания для того чтобы что-то понять надо знать да что мы хотим понять а если мы не знаем то есть исходный момент постановка вопроса да это знание да и потом идет понимание проблема откуда вот я говорю фильме это не сказано а почему они ушли да они ушли вот это они искали свое они закон пацана выше всякого закона даже уголовного кодекса готовы нарушить и нарушаем да потому что вот это для них как один of один из героев сказал не помню кто из них что это настоящее вот он так сказал это настоящее вот это правильно то есть они чувствовали подделка это настоящая да а то все остальное это фальшивка они не могли и потом хочется как-то во первых вот вы понимаете это их сплощение так сказать идеологическая даже потому что они понимали что вот это да это настоящее они тут друг другу не лгут если со лжешь что ты не пацан ты будешь выброшен против этого закона пошел там им все взрослые все лгут все это фальшивание настоящие вот и вот они это настоящее нашли временно хотя они не понимают что это псевдо настоящее все и ни к чему их это не да и еще вспомнил владимир ильича его замечательная фраза нельзя жить в обществе и быть свободным от этого общества вот это видимая свободно в анклаве вот этой пацанской организации это видимость им это сурово напомнило общество и правоохранительные органы все-таки да и даже внутри у них между этими организациями до столкновения кровавые жуткие совершенно столкновения не поняли что вот это законы они вот так на уровне отдельно взятой группировки нет это не законы законы даже не в общей стае в общей стае там более гармонизировано с природой потому что они не зарежут волка своего но они чужого не зарежут если нет крайней необходимости выживания вот чем дело вот и вот здесь нам у природы то есть еще чему получится в плане выживания и в плане понимания сущности того что происходит в объективной реальности они только в наших головах вообще как глубоко да то есть получается философский момент можно ну это я как философ естественно по поводу да этого и не вкладывали авторы фильма туда да но вот сама получила щек толчок вот но мне-то и . не надо я давать какого-то я все время философ прихожу с работы дома жена хожу магазин продавцом философства и так далее как из себя ты не идешь а вы знаете я тоже хочу порекомендовать вы говорили про идеологическую сторону этого сериала есть еще фильм называется бакенбарды он перестроечный вот как раз тоже о том как я дружил с юрием мамином вот так вот доставляете мы с ним с юрой очень мы ровесники мы очень с ними по поводу бакенбардов да но фильм потрясающий конечно вот он настолько отражает вот ну да вот тоже тоже так их но в париж еще его это не вашего возраст фильма все но юра мамин мы с ним очень дружили но он уехал в штаты уже до 3 тому назад понятно но это его выбор я я вот лично не могу уехать вот какая бы ни была действительность наша очень тяжелая никогда не уеду я тут умру не будем говорить о грустном мы вас хотим наблюдать это реально много-много лет когда-нибудь это не философский когда-нибудь владимир петрович а я еще хотела вас попросить что-нибудь пожелать нашим слушателям на новый год потому что это последний подкаст уходящего года молодежный подкаст то вот вообще всякий молодой человек думает в том или ином ракурсе да размышляет на проблемы смысла жизни может он и не ставит так вопрос а вот сейчас я подумаю смысл да нет но вот когда встречаются два товарища не виделись давно ну скажем полгода даже одноклассники не виделись спрашиваешь как живешь это вопрос о смысле жизни если он говорит я хорошо живу значит он говорит значит я вот ставил какие-то цели я их добивался я пожелаю молодежи чтобы вот добиваться цели которые они ставят надо понимать что происходит вот нельзя жить в обществе в обществе да и не просто адаптировать припосабливаться до к этой жизни если молодежь будет приспосабливаться у нас нет будущего надо вот есть такая песня уже нашего барда которого сейчас правда к иногентам причислили не нужно прогибаться под изменчивый мир уж лучше мир прогнется под нас но вот вы знаете а я не буду называть а то сказать цитирует иногент уже может уже статью пришить за это я не называю его он был тогда этим певцом здорового человека это сейчас он певец курильщика да 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 конечно вот а я с ним лично тоже был знаком знаете я такой старый правильный да не нужно прогибаться но при этом не надо тупо противостоять вот как там у этих же пацанов да вот они вот своей юношескому категоризме они там вот готовы там погибнуть да ну вот ни за что вот это не нужно делать ты погибнешь все на этом все кончилось и смысл ликвидирован твоей жизни вместе с самой жизнью надо бороться за жизнью не не ликвидировать не не свою не чужую жизнь надо вот и надо понимать что счастье каждого зависит от счастья всех особенно в такие переломные времена мы может быть очень разъединены и действительно разъединены всячески экономически духовно разъединены но мы едины даже на уровне человечества все что происходит в отдаленном уголке земного шара откликается на жизнь каждого из нас каждого из нас не общество в целом диалектический материал вот это да это диалектика и диалектический материал надо это чтобы тоже понимать поэтому вот пожелаю многое понять в этой жизни жизнь коротка и и вот главное что должен хомо сапиенс для себя отрешить вот этот понять мир в котором он жил живет до понять как можно и его переустроить и наверное попытаться это сделать если поймет вот пытаться это сделать вот этого и желаю молодежь искренне желаю замечательные слова владимир петрович большое вам спасибо мне добавить просто нечего присоединяюсь к поздравлениям с новым годом дорогие друзья и вас новым годом владимир петрович новым годом до свидания